Здравствуйте! В эфире информационная служба новостей телеканала Хабар. В студии Жанна Ситхан. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. Сразу несколько министерств и регионов не успевают освоить бюджет. Неиспользованными остаются 32 миллиарда тенге. Об этом сегодня говорили на заседании правительства. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в центральных госорганах в Минфине, Министерстве сельского хозяйства, Министерстве юстиции и Минэкологии. Причины все те же. Длительные процедуры госзакупа и заключения договоров отметил министр финансов Юрулан Жомаубаев. Премьер-министр страны поручил освоить бюджетные деньги полностью до конца года. Говорили сегодня и о социально-экономическом развитии страны с начала года. Рост демонстрирует обрабатывающая промышленность, производство продуктов питания и фармацевтика. Хуже показатели в сфере услуг сказались карантинные ограничения. За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировано 564 случая заболевания COVID-19, 11 фактов пневмонии с признаками коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии коронавирусом в стране заразились больше 117 тысяч человек. Вопрос бесперебойного лекарственного обеспечения на особом контроле правительства. Об этом на брифинге заявил председатель правления ТОСК «Формация» Ирхат Искалиев. По его словам, на сегодня единым дистрибьютором отгружено 91 наименование препаратов на сумму 20 миллиардов тенге. Организовано бесплатное амбулаторное лекарственное обеспечение больных с COVID и пневмонией. Это пять наименований жаропонижающих и антикоагулянтов. Он также сообщил, что в целях подготовки к возможной очередной волне коронавируса сформирован двухмесячный неснижаемый запас препаратов, который состоит из 44 наименований лекарств для лечения COVID-19. На настоящий момент из 44 наименований закуплено 39 медиканята. Дополнительно прорабаться вопрос по стаке востребованных лекарств в этот резерв в рамках гуманитарной помощи. Объем неснижаемого запаса поставляется, согласно утвержденному графику, на четыре хаба единого дистрибьютора. Процентном отношении Алмата 35%, Нур-Сутан 30%, Октябрь 15%, Шемкент 20%. Неснижаемый запас в районе вне заявок медицинских организаций на основании прогноза Министерства здравоохранения будет использовано в случае вспышки заболеваний в конкретном регионе и по конкретным позициям. С сегодняшнего дня двухнедельный локдаун вводят на западе страны. Регион в числе областей, где эпидемиологическая ситуация ухудшается с каждым днем. На выходные дни, согласно постановлению главного врача, на въездах и выездах в областной центр установят 8 санитарных постов. На прямой связи со студией наш корреспондент в Уральске Бутагос Базарбаева. Коллега, приветствую вас. Расскажите, какой прирост на сегодня по COVID-19 в области? Здравствуйте, Жанна. По официальной статистике прирост за последние сутки составил 26 случаев. То есть получается, что только за первую декаду ноября коронавирусной инфекцией заразились свыше 270 жителей области. С 10 по 23 ноября объявлено об усилении ограничительных мер. Как объясняет главный санитарный врач области, в выходные дни в областной центр стремятся сельские жители на торжества, в гости, но в первую очередь на рынки, в магазины и супермаркеты. Поэтому было решено установить в выходные дни санитарные посты на въезде в областной центр и въезде в районы. Ограничивается передвижение людей с 11 ночи до 6 часов утра. Торговые дома и рынки выходные будут закрыты. Также в субботу и воскресенье не будет курсировать общественный транспорт, а заведения общепита будут работать только на доставку. Под запретом все массовые спортивные и зрелищные мероприятия, также свадьбы, юбилеи с массовым скоплением людей. Какая функция у санитарных постов объяснял заместитель руководителя Департамента контроля качества, безопасности товаров и услуг. Здесь будет проводиться термометрия, опрос и будут согласно информационной системе веб-приложения будут рассматриваться, имеется ли среди пересекающих лиц, переходящих, больные с бессимптомным течением. То есть на электронно-цифровой программе мы видим все лица, которые у нас находятся на домашнем карантине, они у нас вносятся в приложение и там мы уже можем следить, данный человек соблюдает ли домашний карантин или нет. Пока ограничительные меры вводятся на две недели, принимать дальнейшие решения санэпидемиологи будут уже исходя из ситуации с приростом заболеваемости. У меня пока на этом все. Жанна, слово вам. Спасибо, коллега, за информацию. Напомню, Бутагос Базарбаева была с нами на прямой связи. Продолжаем выпуск. Сегодня вступили в силу новые правила пересечения государственной границы. Люди, которые прибывают в Казахстан через пункты пропуска на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах, обязаны предоставлять справку о прохождении теста на COVID-19. Об этом говорится в новом постановлении государственного санврача. Дата выдачи справки не должна превышать трех суток. При этом документ о состоянии здоровья не требуется членам правительственных делегаций Казахстана и консульств. Кроме того, справку не потребуют у иностранцев, которые прибывают по приглашению, и у лиц, связанных с перевозочной деятельностью. Необходимости в ПЦР-тестирование также нет и у детей в возрасте до 5 лет. В документе отмечается в случае отсутствия справки пассажиров отправляют в карантинный стационар на трое суток для лабораторного обследования. Генеральный директор ВОЗ заявил, что пандемия вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Число заразившихся в мире перевалило за 50 миллионов. Суточный прирост в США, Европе и ряде других стран колоссальный. Повторные вспышки регистрируют и в Китае. В Тяньцзине, которое расположено недалеко от Пекина, заражение связано с замороженной продукцией, привезенной из-за рубежа. В городе уже объявили военные положения. Кроме того, в стране растет число завозных случаев заболевания. Какие меры принимают, чтобы предотвратить вторую волну в Поднебесной, в материале Бутагос Сыргабаевой. В Поднебесной опубликовали план дезинфекции замороженной импортной продукции. Документ приняла рабочая группа по профилактике и контролю эпидемии при китайском правительстве. Это сделано в целях предотвращения распространения вируса, который находят на упаковках. Таких случаев за последние месяцы было немало. Последний произошел в Тяньцзине. Заболел сотрудник предприятия, который занимается реализацией полуфабрикатов, в том числе и за рубежа. В городе сразу начали проверку. Мы ускорили создание системы, которая отслеживает происхождение импортируемой замороженной пищевой продукции в соответствии с требованиями. Считаем, что такие товары нельзя реализовывать без данных о месте их производства. В системе уже зарегистрировались 1072 местных предприятий по производству и реализации замороженной продукции. В систему загрузили информацию о 4,5 тысячах партий импортированного мяса и морепродуктов. В Тяньцзине начали тестировать сотрудников предприятий, которые занимаются замороженной импортной продукцией. Однако власти опасаются завоза вируса из других стран не только через упаковки. Ежедневно в сводках местного Минздрава сообщают о нескольких десятках завозных случаев. Чтобы не допустить массового заражения, Китай вновь временно закрыл въезд для граждан некоторых стран. В этом списке Англия, Франция, Бельгия, Россия и Индия. Кроме того, теперь, чтобы попасть в Поднебесную, нужно сдать два теста за 48 часов до вылета. Тестирование на ануклеиновые кислоты COVID-19 до прибытия в Китай, которое мы требовали ранее, сыграло важную роль в профилактике завозных случаев. Однако такой метод диагностирования не дает стопроцентную гарантию. По мнению экспертов, результаты анализа на сывороточные антитела иммуноглобулина М стабильны. Оба этих теста значительно повысят точность скрининга на инфекцию. Ну а если человек путешествует транзитом через третью страну, то в промежуточном пункте ему также необходимо сдать тест. А по прибытию в Китай придется отправиться на двухнедельный карантин. С конца февраля его уже прошли около 27 миллионов человек. И ослаблений в ближайшее время не будет. Еще и потому, что новый внутренний случай заражения выявили в Шанхае, где недавно завершилась международная выставка. К другим темам. Конец войны в Нагорном Карабахе. Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали мирные соглашения по урегулированию конфликта. Согласно документу, полное прекращение огня и всех военных действий вступило в силу сегодня с полуночи. По условиям мирного соглашения Азербайджан и Армения должны оставаться на занятых позициях и начать обмен военнопленными. Кроме того, в Нагорном Карабахе разместят почти две тысячи российских миротворцев. Они останутся в регионе на пять лет с автоматическим продлением, если против этого не выступят подписавшие документ стороны. И вернемся к событиям в нашей стране. В этом году в Акмолинской области возводят шесть многоэтажных домов для работников здравоохранения. Местные власти говорят, что это один из способов привлечь молодых специалистов в регион, так как в области острая нехватка врачей. Ерна Сумерзак – молодой специалист, родом из Сарагашского района Туркестанской области. В прошлом году он окончил один из столичных медицинских вузов и сейчас работает хирургом в Жаксынской районной больнице, что в 300 километрах от Кокшетау. По его словам, молодые люди готовы поехать в любой регион, если у них будет постоянная работа и свое жилье. Данный вуз окончили 104 человека, но из них в район приехало семь хирургов. Другие остались в столице, выбрав другое направление медицины. Не знаю, почему так. Возможно, они побоялись работать в другом регионе. А я смело поехал. Вскоре у Ириназа появится своя квартира. Рядом с районной больницей строится восьмиквартирный дом. В этом году местный Акимат решил использовать давно пустующее здание. Практически все – одна и двухкомнатные квартиры – предназначены для молодых специалистов. В целом в этом году в область приехало 89 выпускников. 47 молодых специалистов обеспечены жильем. 19 из них квартиры предоставили за счет средств Акиматов, а остальные 28 были обеспечены жильем в отделениях медицинских организаций. А в Игиндекольском районе в этом году капитально отремонтировано общежитие на 20 мест. По данным областного управления здравоохранения, планируется построить несколько домов. В качестве дополнительной поддержки молодых специалистов в регионе было решено оказать в этом году финансовую помощь молодым врачам, выезжающим в сельскую местность в размере 1 миллиона тенге. В этом году такие значительные средства получат 15 человек. Молодой специалист, получивший деньги, должен проработать в регионе не менее трех лет. Тамара Степанова, Дамир Берекулы, Евгения Шинкаренко, Анатолий Поляный, Хабар, Акмолинская область. Жительница Алматы создала благотворительный проект по обеспечению детей отечественными бионическими протезами. Пожимать руку, брать со стола мелкие предметы и даже самостоятельно одеваться теперь могут 11 подростков. Многие родители стесняются говорить об отсутствии конечности у своих детей, уверяет основательница фонда, тогда как сами подростки чувствуют себя неполноценными в обществе. Она призывает казахстанцев говорить об этой потребности и помогать им. Раяна Сайляубек родилась без левого предплечья. В этом году она пошла в первый класс. Совсем недавно девочка стала героиней социального проекта, благодаря которому исполнилось ее заветное желание делать обычные вещи самостоятельно. Мы организовываем сборы средств, то есть к нам обращаются люди, которые нуждаются в нашей помощи. Мы узнаем их историю, ведем расследование, узнаем диагноз, узнаем, что случилось и потом все это освещаем в СМИ. В среднем стоимость протеза 2 миллиона тенге. Это не такая маленькая сумма, я бы сказала, даже для среднестатистической семьи в Казахстане. Это большая сумма. Благотворительный фонд функционирует чуть больше года. На сегодняшний день при помощи неравнодушных казахстанцев киберпротезы установили 11 подросткам и 18-летней девушки. Уникальность бионического протеза по сравнению с косметическим, говорит разработчик, в том, что он более функциональный и удобный. Делаем детские протезы, бионические. Используются аддитивные технологии, используется углеволокно для сборки протеза. Управляется протез путем считывания электромиографических импульсов с мышц. То есть у человека нет руки, но на той части руки, которая осталась, остались мышцы, напрягая которыми человек может управлять протезом, сжимать, разжимать. По данным Министерства труда и соцзащиты населения на 2019 год, в Казахстане числится более 690 тысяч лиц с особыми потребностями. Из них почти у 13 тысяч отсутствуют верхние и нижние конечности. Тысячи из них – это дети. Сейчас идет сбор денег для 12-го героя Айбека. За 10 дней удалось собрать более полутора миллиона тенге. Осталось еще 750 тысяч. Все контакты для помощи в приобретении высокотехнологичных протезов рук для казахстанских детей указаны на сайте благотворительного фонда. Диана Сапорбекова, Асем Кощегулова, Эдуард Кон, Хабар. Житель Арыси открыл у себя дома обувную фабрику. В месяц он производит около тысячи портуфель и ботинок. На рынке они пользуются большим спросом. Товар расходится по всему Казахстану. Несмотря на кризис, деятельность Амиртая Байбасара абсолютно не пострадала, а наоборот набирает ход. Основная часть моделей, которую он производит, разработана в Турции, но часть предприниматель придумывает сам. Весь ассортимент изготавливают из кожи квалифицированные мастера. Все они имеют за плечами богатый опыт работы за рубежом. Здесь работают семь человек. Сорплата у них высокая – от 200 до 500 тысяч тенге. В месяц мы производим до тысячи пар обуви. Сырье у нас в основном привозное – из Украины и России. Сейчас наша главная задача – постепенно вытеснить из рынка импортную продукцию. На этом наш выпуск завершен. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова